МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благоустройство района, развитие туристического потенциала, реализация проекта «Комфортная городская среда» ЖКХ. Это программа «Совет моего дома», а сегодня тема нашего разговора как живет и развивается Самарский район, какие проекты были реализованы в выходящем году и какие стратегические задачи стоят перед администрацией этого внутригородского района и власти в целом. Я представляю гостей в студии. Глава Самарского района Роман Александрович Радюков и заместитель председателя Думы городского округа Самары Сергей Владимирович Рязанов. Здравствуйте, уважаемые гости. Роман Александрович, исторический центр Самары заметно преобразился за последнее время. Давайте поговорим о том, как это стало возможно. Вот на территории района, я знаю, действует несколько программ по благоустройству. Это «Комфортная городская среда». Вот на что был направлен проект, что было сделано, проще говоря? Добрый день. На самом деле, один из самых ярких проектов – это формирование комфортной городской среды. В этом году мы сделали шесть дворов, благоустроили шесть пространств. Вообще, с начала действия этой программы реализовано более 20 программ дворов. Хорошо. Вот в последние годы фасады многих зданий, Сергей Владимирович, в историческом центре привели в порядок. Ну, часть – за счет городского бюджета, другие – за счет инвесторов. Расскажите, пожалуйста, вот как происходит восстановление культурного наследия, которое находится вот как раз в Самарском районе? Да. У нас к 2018 году, вы знаете, основная часть зданий, все наши гостевые маршруты были приведены в порядок. Направлений несколько. Это не только деньги городской администрации, инвесторов. Участвовал и фонд капитального ремонта. В рамках было федеральных проектов, в том числе проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Ряд зданий было восстановлено, которые были, можно сказать, практически утрачены. Это Кубишево 104. Мы знаем, это теперь молодежная такая площадка. Дирижабль, где у нас именно она межвузовская площадка, где студенты могут заниматься и проходят регулярные концерты и спектакли. То есть это здание приведено в порядок. И наш социально ориентированный бизнес активно принимает участие также в ремонте фасадов домов. Кровель. 2018 год стал ярким, да, и мы, если смотреть какие-то там фотографии предыдущих, кто если не помнит, это можно все сравнить, мы видим яркое преображение этих улиц. Какое общее впечатление о районе, о его проблемах, перспективах? Ну вот, конечно, чтобы достичь каких-то результатов, нужна общая стратегия. Вот скажите, пожалуйста, мне, нашим уважаемым телезрителям, какие основные ваши цели и задачи как главы района? Основными целями является комфортное проживание жителей нашего района на нашей территории. Конечно же, это и социальное, и культурное, и экономическое развитие района. Чтобы в будущем наш район был, ну, сейчас у нас такое яркое пятно на теле города, да, но чтобы он был самым ярким, самым красивым, самым запоминающимся как для наших жителей, так и для гостей столицы региона. Решение о каких проблем в Самарском районе вот не требует отлагательств, на ваш взгляд, Сергей Владимирович, а какие вот в перспективе, ну, будем говорить, в ближайшей? Первое, это у нас, хотелось бы сказать, да, это как депутата волнует прежде всего забота жителей. Это комфортное проживание наших жителей на территории Самарского района. И хотел бы отметить, вот отрадно жители стали принимать очень активное участие. Мы с вами знаем, у нас много каких-то заброшенных сараев, там, ненужных построек. И в рамках там субботника, вот, с Романом Санычем активно в этом принимаем участие, приведение в порядок этих дворов. Это одно из таких вот направлений, где жители сами свои дворы приводят в порядок. В том числе и посадка деревьев, и уборка какого-то вот мусора. Это проведение в порядок. Самарский район у нас является таким ярким примером, когда в рабочее время у нас приезжают люди сюда работать, мы с вами видим приток. И это, наверное, самый посещаемый район среди жителей других районов нашего городского округа. Когда приезжают сюда отдыхать, гулять, наслаждаться именно вот пешими прогулками. Да, и туристических маршрутов достаточно в Самарском районе. Да, пеших маршрутов, туристических, мы видим с вами постоянно группы, не только приезжих, но в ближайшее время у нас появилась заинтересованность именно наших жителей в этих маршрутах, и они начали интересоваться историей каждого здания, каждой улицы. И наши экскурсоводы глубоко погрузились в историю, поднимают какие-то архивные документы, и мы видим людям, это действительно интересно. И востребовано. Вот, кстати, с какими наказами чаще всего обращаются к вам как депутаты жителей Самарского района? Ну, с вами знаем, это проблема ЖКХ, и прежде всего это не только Самарского района, хотя в Самарском она наиболее актуальна. Но Самарский район, он является историческим, большое количество памятников ОКН, потом есть у нас ценно-градоформирующие объекты, к этим зданиям требуются трепентные отношения. Здесь также жители должны понимать, когда они живут в памятнике, они также за ним должны содержать это памятник, он несет с собой охранное обязательство, что является предметом охраны, и жители также должны в этом принимать участие. Роман Александрович, к вопросу о жителях, вот все-таки как жители влияют сами на комфорт, на благоустройство своих домов, парков, также мест общего посещения, вот все-таки эта работа общая, в том числе и администрации, конечно, района? Давайте порассуждаем на эту тему. Ну, конечно, опять-таки наш район и в этом смысле, я считаю, является особенным. У нас довольно-таки активные жители, каждый проект, который мы реализуем на территории района, будет та же самая комфортная городская среда, о которой я говорил, есть у нас проект «Твой конструктор двора», есть губернаторский проект «Содействие». Все вот эти вот проекты, они прежде всего согласуются, а чаще всего инициаторами в этих проектах выступают жители, либо группы жителей, они прорисовывают сами проекты, они формируют пространство так, как им будет удобно. Кому-то удобно там зону отдыха, это лавочки и какие-то даже мангальные зоны, там, где больше ребятишек, там спортивные площадки, площадки для развития детей, да, мы всегда учитываем мнение жителей, которые проживают на этой территории, и проекты реализуем уже именно с учетом их пожеланий. Вот хочется сказать здесь спасибо, конечно, активной части наших жителей в том, что они действительно делают это для себя и помогают нам в том, чтобы реализовать проекты с правильными пространствами, чтобы эти пространства потом приносили удовольствие и не только им, но и всем жителям и гостям нашего района. Да, не только эстетическое, но еще и пользу приносили. Да, и практическое. Практическое, совершенно верно. Вот еще одной обновленной и благоустроенной территории больше стало в Самарском районе. Около детского сада номер 144 по улице Горького, 107, построена детская площадка по губернаторскому проекту содействия. И снова инициативная позиция жителей района сыграла важную роль в реализации этого проекта. Подробности в нашем сюжете. 144-й детский сад расположен в самом сердце Самарского района. Центр города, набережная, свежий воздух. Детская площадка дошкольному учреждению была необходима, рассказывает заведующая Наталья Золотова. О такой комфортной игровой зоне малыши мечтали давно. Руководство, ПЕД-состав, инициативная группа родителей оформили заявку на участие в губернаторском проекте содействия. Это программа поддержки инициатив населения, рассчитанная до 2025 года. Предложенная идея выиграла в конкурсе и мечта воплотилась в жизнь. Мы писали письма в администрацию Самарского района, потому что это территория Самарского района. Родители были подключены. Ходили на встречу в городской округ Самара. Ну, в общем-то, все так это и сложилось, как-то обратили на нас внимание. Очень благодарны мы всем руководителям, все, кто к этому был причастен. Прекрасная создана сейчас среда для того, чтобы и доступная для всего микрорайона. И нам очень помогает в образовательной деятельности. А пока взрослые делятся впечатлениями от результата и строят планы на будущее, малыши с восторгом осваивают новые горки, лесенки и качели. Дети теперь проводят досуг, как они того заслуживают. Я думаю, их физическое развитие будет на высоте теперь. Возможностью принять участие в проекте содействия уже воспользовались сотни самарцев, благодаря чему в городе появились современные комфортные зоны. Эта площадка, как и все остальные, отвечает всем необходимым требованиям безопасности. На этой детской площадке установлено травмобезопасное покрытие, которое позволяет детям, соответственно, прыгать, бегать по нему. И оно еще является противоскользящим. Теперь эта игровая площадка – местный островок детского отдыха. Веселье и смеха. И прийти сюда сможет каждый ребенок. Для тех, кто присоединился к нам только сейчас, напоминаю, что у нас в гостях глава Самарского внутригородского района Роман Александрович Родюков и заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Владимирович Рязанов. Ну что же, давайте продолжим разговор про инициативу жителей. Вот, как вы сказали, проекты поддержки, инициатив населения, благоустройство. Вот расскажите, пожалуйста, о благоустройстве сквера Высоцкого и еще какие проекты реализуются в рамках вот этих программ? Ну, сквер Высоцкого у нас состоял из двух этапов. Он реализован в рамках губернаторского проекта «Содействие». Начали мы реализовывать его в 2019 году. Тогда сделали амфитеатр и сцену. Такой довольно-таки масштабный проект. И он был, на самом деле, из всех внутригородских районов, он был самым масштабным на тот момент. Но потом жители вышли со следующей инициативой, чтобы закончить логически сквер Высоцкого. Там у нас была детская площадка, которая за временем уже стала такой довольно-таки уставшей, так скажем. И мы приняли решение сделать там новую площадку, так как это сквер Высоцкого, обыграть ее в этой тематике. Поставили гитару, малую архитектурную форму в форме гитары. И сейчас ей активно пользуется. Намного больше стало жителей посещать эту площадку. Всем очень нравится, все очень довольны. На этом мы не остановились, как Вы сказали. Сейчас подошел к концу проект около садика 144, по максимуму Горького 107. И сейчас, в настоящее время, на рассмотрении в конкурсной комиссии в администрации губернатора находятся еще два проекта, в случае выигрыша которых мы реализуем их в 2022 году. Хорошо. Отряд юн-армии Самарского района – один из немногих, которые принимают участие в аппарате памяти. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Это наша гордость. Юн-армия формировалась в 13-й школе. Это были первые отряды. После этого они уже и в других учебных заведениях у нас появились. Но они являлись ярким примером, гордостью не только нашего района, но и Самарской области. Они участвовали не только в параде памяти. Хотя для ребят участие в параде памяти – это очень важный такой этап. Туда отбирались самые лучшие. Это запоминается на всю жизнь. Но также они участвуют у нас и в российских соревнованиях, и в других территориях не только Самарской области, но и представляют Самарскую область в других субъектах. Сегодня на набережной реки Волга созданы, конечно, все условия для занятий спортом. Мы наблюдаем там и велодорожки, и игровые площадки. Установлены тренажеры. Я знаю, что ТОСы принимают очень активное участие в как раз этих проектах. Расскажите, что это за проекты? Ну, проект реализован нашим ТОСом. Реализация его продолжается и до сих пор. Это доступный спорт для всех. У нас есть такая общественная организация, которая занимается дзюдо. Они вышли с инициативой к нашему территориально-общественному самоуправлению, чтобы реализовать вот этот проект для бесплатного занятия детей от 7 до 16 лет дзюдо. То есть мы в рамках этого проекта были закуплены татами, была закуплена форма. И уже практически год дети занимаются в спортзале, летом занимаются на спортивных площадках как раз-таки на набережной, участвуют в соревнованиях. И сейчас этот проект продолжается, выходит на новый уровень, наращивает масштабы. Я думаю, что это прекрасный проект, который нельзя ни в коем случае изображствовать, а нужно только развивать. Сергей Владимирович, а вот как Вы считаете реализацию каких проектов на территории именно Самарского района Вы считаете наиболее важными, ну и, конечно, эффективными? Хотел бы начать с того, что Самарский район, хотя он небольшой по территории, по населению, но район очень сложный на самом деле. Даже там какие-то спортивные объекты, вот Роман Саныч, где-то посадить какую-то площадку, что-то сделать, он очень компактный, и приходится очень много времени этому уделять. Но проекты, прежде всего, это сохранение нашей исторической части, сохранение не только памятных, но и ценных градоформирующих объектов, создание комфортной среды, но это, конечно, восстановление и поддержание, да, это красоту, которую мы сделали к 2018 году. Но пройдет время, это не только надо поддерживать, но и будет требовать каких-то дополнительных финансовых расходов в дальнейшем, в ближайшие года. Опять хотелось бы сделать этот Самарский район наиболее комфортный. Мы же рады гостям, когда приезжаешь из других районов, и это должна быть комфортная среда, она должна быть интересной, людям просто должно быть как дома. Если все-таки подводить итог уходящего года, о каких бы главных проектах вы рассказали бы нам сейчас, вот чего удалось достичь именно в 2021 году, в непростом году? Ну, возвращаясь к проектам благоустройства, я повторюсь, что у нас сделано 6 площадок в рамках программы формирования комфортной городской среды. У нас есть такая программа, как «Твой конструктор двора», тоже, кстати, эта программа предполагает активное участие жителей. Три двора мы сделали в рамках этой программы. Мы заасфальтировали 24 внутриквартальных проездов и дворовых территорий. И сейчас подходит к концу уже реконструкция улицы Ленинградской. Вот это, я думаю, из основных таких век, которые запомнятся в 2021 году. Да, масштабные. Есть что добавить? Ну, а основное у нас, опять возвращаясь к проекту «Историческая память» нашему партийному партии «Единая Россия», это здание у нас будет ДК Держинского, где продолжаются работы, ведется таких из знаковых. Если ранее мы с вами знаем пожарную кланчу на Хлебной площади, очень интересное здание, которое не только восстановили, но и там и создали музей пожарный, пожарный, который посещают у нас и гости города, и школьники, где им рассказывают историю пожарников, что в городе случалось, кто эти отважные люди, кто тушил пожары, и восстановление также будет продолжаться. Одно из знаковых таких событий, мы буквально сегодня проезжая, вижу уже, как преобразилась у нас мечеть, которая находится на Алексея Толстого. Она историческая, уже построен минарет, уже из-за забора это все видно, я надеюсь, в ближайшее время, в 2022 году, это будет до конца благоустроенная территория, где уже будут стоять хорошие заборы, и люди смогут это увидеть. Потому что у нас два, три даже официальных таких объекта. Это храм Вознесения, который находится на Степана Райзина, это мечеть на Алексея Толстого, ну и, конечно, синагога, о которой можно сказать отдельно. Это проект, мы с вами знаем, он был озвучен губернатором. Это квартал в районе Садовой, Венцико-Ленинградская, где находится сама вот эта историческая синагога, и там уже ведутся проектные работы. Часть работ по усилению противоризма, они были сделаны, и я надеюсь, работа эта продолжится, и синагога будет восстановлена, но не только синагога, но и благоустроится всего этого квартала. Да, вот если в общем говорить о религиозных строениях, о чем бы еще вы могли бы рассказать, и вот какова дальнейшая судьба синагоги? Роман Саныч, наверное, да? Ну, как Сергей Владимирович сказал, дан старт восстановлению синагоги, да, это было такое очень знаковое значение не только для района, для города, а и для региона в целом, потому что на закладку камня, к кругольному камню приезжал Берлазар, главный раввин России, участвовал наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, и теперь там в полном ходу идут работы. К установленному сроку я уверен, что синагога уже будет восстановлена в том виде, в каком она была, и там это будет точка притяжения не только для верующих, для евреев, да, но это будет такой культурной точкой притяжения для всех гостей нашего города. Это будет очень замечательно. Для жителей известно, что Самара наш город очень многонациональный, это, конечно, действительно культурное наследие. Сейчас очень ведется активная работа с населением в социальных сетях, жители обращаются к вам, к власти через интернет, и выстраивается действительно очень конструктивный диалог. Скажите, пожалуйста, какие обращения поступают чаще всего? Ну, чаще, конечно же, поступают обращения, связанные со сферой ЖКХ. Мы представлены во всех социальных сетях, это и Твиттер, и Инстаграм, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И есть у нас еще такая площадка обратной связи, ПОС, да, где тоже поступают обращения от наших граждан. На все эти обращения мы стараемся оперативно реагировать. Конечно, это отличный инструмент для решения проблем, потому что если традиционно заниматься перепиской, да, то есть пока письмо зайдет, пока оно дойдет до нужного исполнителя, пока оно примется в работу, проходит довольно-таки много времени. А то, что высвечивается на экране, причем это высвечивается на экране у меня всегда, всегда это под контролем, и мы реагируем максимально быстро, насколько это возможно. С какими просьбами обращаются к депутатскому корпусу? Проблемы те же, проблемы ЖКХ. Мы с вами знаем, город, он, это не новостройка была, когда он очень, не одно столетие развивался, и те же коммунальные сети, и тепло, и вода. Кто-то где-то присоединялся, где-то проводили через дом, и прошло время, эти сети изношены. И поэтому очень часто приходится просто оперативно подключаться к работе, там, спасибо Тамару Александровичу, он этим активно занимается и отрабатывает многие вопросы вместе с ресурсоснабжающими организациями. Потому что у нас в Самарском районе есть печное отопление, есть туалеты, которые находятся на улице, которые требуют тоже отдельного внимания. Говорю, район у нас хоть небольшой, но он очень сложный, и главе района приходится там очень непросто в этих условиях работать. Жители относятся с пониманием? В большинстве с вами, да, конечно, относятся с пониманием. Повторюсь, что у нас и район уникальный, и жители уникальны, и уровень культуры находится очень на высоком уровне. Тавтология, получается. Заговорили о сетях, хочу спросить о потопительном сезоне, в этом году он у нас стартовал раньше на месяц. Справились к теплу, были подключены все дома. Безаварийно прошел отопительный сезон старта? Запуск отопительного сезона прошел очень сложно в этом году. Было очень много порывов. Но, тем не менее, совместно со всеми управляющими компаниями, с ресурсоснабжающими организациями, мы с этой задачей справились. Запуск проходит сложно традиционно в Самарском районе. И он запускается одним из последних, но, опять-таки, потому что очень ветхий и жилой фонд, очень изношенные сети. И когда пускается тепло по трубам, сразу появляются какие-то новые проблемы. Можно сказать, живой организм, и поэтому без проблем. Тем не менее, да, сейчас все дома 100% подключены к отоплению. Но, в любом случае, все горячие линии работают. И если какие-то локальные проблемы возникают с отоплением, мы их максимально быстро отрабатываем. Ну, хотелось бы еще отметить, новые вены мы проложили на улице Чапаевска, улице Степана Райзина. Некрасовская. Некрасовская. Это именно те магистральные сети, которые требовали замены. И в этом году хотелось бы отметить, вот к отопительному сезону эти работы были закончены и переложены эти сети тепловиков. Да, ну и здесь, наверное, очень важна совместная работа администрации и управляющих компаний, согласитесь. Вот, может быть, какие бы вы управляющие компании выделили? Работа со всеми налажена одинаково качественно, Роман Александрович? Ну, хотелось бы выделить, конечно же, нашу главную муниципальную управляющую компанию «Жилсервис». У нее на обслуживании находится более 90% жилого фонда. Мы опять-таки понимаем, что это жилой фонд, да, Самарского района. Вот, с ними работа отлажена. Я тоже прекрасно понимаю, что им приходится очень сложно, да, но, тем не менее, взаимопонимание найдено. И мы общаемся практически в ежедневном режиме, собираемся на какие-то оперативные совещания, по каждому дому обсуждаем проблемы, как их можно решить максимально быстро. Вот, здесь у нас, я хочу сказать, что все замечательно. Остальные управляющие компании, которые управляют там, кто одним, там, ну, от одного до, скажем так, до 20 домов, не такие большие компании, со всеми есть контакт. Конечно, кому-то приходится делать замечания в процессе работы, но, тем не менее, консенсус, компромиссы находятся со всеми. Продолжение программы. Благоустройство – это не просто расстановка лавочек и посадка деревьев. Это прежде всего новое городское пространство и качество жизни. Безусловно, благоустройство оказывает серьезное влияние на развитие внутригородских районов и на жизнь людей в целом. Комфортный район для людей. Район, в котором хочется жить, работать, расти детей, в котором созданы для этого все условия. Сюжет о Самарском районе продолжит нашу программу. Благоустроенный Самарский район – район контрастов, где наряду с современными зданиями располагается огромное количество памятников архитектуры. Основные туристические маршруты позволяют окунуться в любой период развития Купеческой Самары. Это самый, так скажем, старый, самый красивый район в нашем городе. Если говорить об объектах культурного наследия и о домах, построенных в начале 20-го и даже в конце 19-го века, объекты культурного наследия на территории нашего района – 494. Это больше, чем всех объектов, вместе взятых в Самарской области. Это накладывает определенные обязательства на органы власти по их содержанию. Довольно часто проблемные вопросы жители города решают через социальные сети. Все обращения в короткие сроки обрабатываются администрацией Самарского района. Жители получают оперативные ответы от городских властей на волнующие коммунальные темы. Специалисты решают, на какие запросы реагировать в первую очередь и как совместными усилиями проблему можно разрешить. Соцсети созданы для того, чтобы оперативно отрабатывать все сигналы. Мы этим инструментом пользуемся. Очень большое количество сообщений поступало в период запуска тепла. Понятно, что у нас район довольно-таки специфический, фонд жилой в большинстве своем ветхий, и проблем, даже не проблем, сложности возникало очень много. Как раз-таки инструмент как соцсети позволял оперативно определять такие горячие точки, где необходима помощь, и высылать туда бригады, ответственные за те сети, чтобы их подключить. Информацию мониторят в пяти социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Жалобы обрабатываются и передаются профильным ведомствам и организациям. Сообщения от жителей находятся на контроле районной администрации. За последнее время процент обработки таких обращений значительно вырос. На первом месте в Самарском районе тема благоустройства – почти 50% всех обращений в социальных сетях. На втором – вывоз твердых коммунальных отходов и работы региональных операторов, далее дороги, здравоохранение, образование. По проекту формирования комфортной городской среды в 2021 году мы благоустроили шесть площадок. Также мы благоустроили площадку по губернаторскому проекту содействия. Это на улице Максима Горького, 107, около детского сада, о чем нас долго просили и воспитатели, и родители, воспитанников. Наконец-то мы это смогли и это сделали. Если говорить об асфальтировке, мы заасфальтировали 24 внутриквартальных территории. Также у нас есть проект «Твой конструктор двора». По этой программе мы благоустроили три территории. Проблема, обращение, решение. Подобная схема особенно хорошо работает в социальных сетях, где взаимодействие между жителями города, представителями управляющих компаний, профильных департаментов и ведомств идет максимально плодотворно. Сергей Владимирович, если говорить о культурной жизни района, духовой оркестр под управлением Марка Когана, постоянные участники фестивалей всероссийского масштаба, скажите, пожалуйста, какая поддержка оказывается коллективу? Поддержка страны администрации, департамента культуры городского Самара. Хотел бы отметить, в этом году, к великой радости всех, мы закупили туда духовые инструменты, которых очень хватало нашему оркестру. Но помимо этого, также продолжается ремонт зданий, где они находятся. Потому что это наша гордость. Вы знаете, у нас проходил и фестиваль духовых оркестров, такой яркий, на Сопку Манчжурии, да, совершенно верно. Такое яркое событие, которое прошло по улицам нашего города и потом на всех площадках территории городского округа Самара. Мы видим отклик населения, именно кто пришел туда, как к этому относились наши жители. И я считаю, это было яркое и замечательное событие. Это изюминка нашего города, этот оркестр. И замечательный руководитель. Марк Львович Коган. Марк Львович Коган, совершенно верно. Роман Александрович, есть ли моменты в вашей работе, которые вас радуют, вдохновляют, ну и, конечно, самое главное, заставляют двигаться вперед? Ну, конечно, есть. И, опять-таки, уже не во второй раз даже повторюсь, что это активные жители, которые, во-первых, помогают и в развитии района, в реализации всех наших проектов, которые не остаются безучастными в решении проблем. Вот, ради таких жителей, я считаю, что стоит жить, работать и продвигаться дальше. Каким вы видите свой район в обозримом будущем? Благоустроенным, опять-таки, с довольными и счастливыми жителями, с хорошей налаженной транспортной инфраструктурой, с хорошим ЖКХ, чтобы проблем у наших жителей было как можно меньше, а поводов для позитива и радости как можно больше. Ну, а вам со стороны депутатского корпуса продолжать работать именно на качество жизни жителей Самарского района, верно? Ну, работа депутата от защищения интереса жителей и населения, прежде всего, для меня это в приоритете всегда. Не всегда я люблю интернет-общение. Я придумал наш Самарский район, он с очень интересными, уникальными жителями. Я всегда за прямое общение, проходят и приемы у нас ежедневные депутатов, депутатов районных советов, депутатов городской думы, депутатов губернтской думы, проходят ежедневные, жители могут обратиться в этот приемный с любыми вопросами. Но лично я всегда за прямое общение, я очень люблю Самарский район, я очень люблю жителей Самарского района. Ну что же, спасибо вам большое за очень содержательную беседу. А в конце программы мне хотелось бы добавить, чем более открытой и доступна власть для населения, тем эффективнее она работает. Вы смотрели программу «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего хорошего. До свидания.